Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! — Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-32-22. Звоните, задавайте вопросы. Ошиблась? — Ну, иногда нужно ошибаться, я думаю. Иначе жить становится очень трудно, если не ошибаться. Я приветствую вашу ошибку. Я надеюсь, телезрители наши тоже приветствуют. Но если еще раз произнести, да, 202-11-22 номер телефона. — Да. Нам нужно, наверное, начать наш разговор. И мы с вами предварительно пытались сверить часы, о чем нам сегодня говорить. — Да. И часть идей была связана с тем, чтобы, ну, продолжить прошлую тему, прошлый разговор. — При этом мы, как и обычно, в такой ситуации, в ситуации сериала, когда кто-то к нам только подключается, и он не знает, о чем речь шла в прошлый раз, да, и мы адресуем. — Вот, смотрите, там какая-то завязка была там. Ну, хорошо, я не смотрел тогда, и здесь непонятно, да. Или кто-то говорит, ага, понятно, вот, сейчас они продолжат. Но если коротко, мы в прошлый раз… Я просто предлагаю, может быть, об этом из этой каши нам как-то попробовать выбраться, который мы заварили в прошлый раз. Мы начали, ну, помимо того, что мы всегда так или иначе говорим в нашей передаче о том, как люди общаются друг с другом, не в абстракции, а в семье, например, да, в супружеских отношениях, детско-родительских отношениях, в партнерских каких-то отношениях, как они переживают это общение. То есть, помимо того, что мы все время говорим об общении, коммуникации, о том, как один человек обращается к другому, мы в прошлый раз еще как-то в отдельную тему решили это выделить. И я не буду скрывать, мы, когда вышли после передачи, Елена мне сказала, что что это было. Я ничего не поняла. Ну, может быть, вы сейчас поправите меня, да, или скажете от себя. То есть, было не очень понятно. Я почему сейчас об этом говорю? Потому что, ну, я об этом подумал, что если было непонятно вам, что мы наговорили, или что я наговорил, да, о коммуникации, то вполне вероятно, было не очень понятно тем людям или части людей, которые смотрят нас. Ну, я пыталась, да, забраться в тапки наших телезрителей и оценить, насколько те полчаса, которые мы здесь провели в прямом эфире, могли бы быть для них понятными, продуктивными, и что они могли бы из нашего разговора взять в свою жизнь. На мой взгляд, в прошлой программе мы много как-то обозначили, ну, не знаю, привнесли сюда много какого-то материала, но он показался мне… Просто, да, это больше было похоже, наверное, на пересказывание каких-то историй, как вот люди на кухне сидят, обсуждают, и как будто бы мы тоже эти истории рассказали, вы чуть-чуть рассказали, я рассказала. А дальше-то что с этим делать? Угу. У меня еще одна идея, почему я к этому возвращаюсь, и почему я, может быть, формулирую какие-то вещи более коротко. Например, было пусто, да, вы говорите, ну, там, вы немножко сглаживаете, я бы так сказал, да. В кабинете психотерапевта, когда, и это хорошо, люди, например, не стесняются в выражениях, они не будут сглаживать, ну, часть людей не будут говорить, ну, вот, все, что вы говорите, это я, например, знаю, или ничего нового вы мне не сказали, или через, там, 45-50 минут встречи они говорят, и что с этим делать? Ну, вот, с тем, что мы наговорили. То есть, я хочу обратить внимание, что, ну, те люди, которые ходят и находятся в долгосрочной психотерапии или психологическом консультировании, они знают о таких моментах в их терапии, специалисты знают о таких моментах, когда они ходят в супервизию, да, обращаются к своим каким-то старшим коллегам, или когда они работают в группе. То есть, те, кто с этим сталкиваются, у них есть такой опыт, да, кто-то, может быть, впервые сталкивается. И вот мы с вами на прошлой нашей встрече, в прошлом разговоре, собственно, с таким опытом и столкнулись. И мне этот опыт ценен тем, что вот прямо здесь, в прямом эфире, мы имеем нечто пустое, пустое даже в смысле, не только в смысле содержания, но и в смысле каких-то рекомендаций, а что делать дальше. То есть, это сотрясание воздуха, которое, ну, как кажется, закончилось ничем. Ну и при этом я еще добавлю темы нашего обсуждения, если уж вы кухню немножко приоткрываете, нашу. Мы обсуждали, во-первых, мы говорили, почему в парах происходит молчание, но не почему, а вот что молчание является тоже частью коммуникации. Мы даже так назвали предыдущий ролик. Да. И по итогам нашей прошлой программы выяснили, что мы тоже о чем-то здесь умолчали. Ну, например, я умолчала о своем, ну, не знаю, о своей какой-то неудовлетворенности или неудовольствии по содержанию нашей программы. И мы как раз поговорили, чем вызвано избегание конфронтации, избегание конфликтов, вот даже между нами, как ведущими. Хотя мы сидим и вроде бы спокойно здесь разговариваем, и выяснять, казалось бы, нам нечего. Но, как оказывается, можно было бы поконфронтировать. Когда дело идет о личном времени и о личных ресурсах, ну, материальных, например, да, еще каких-то, я говорю сейчас в данном случае о пациенте и терапевте, то там достаточно быстро вот это вот, ну, внешнее какая-то, внешнее объяснение такие, да, они отлетают. То есть вы говорите, нам вроде бы нечего делить, а в кабинете там очень прагматично все, да, и я как человек пришел за помощью, вот мы поговорили с терапевтом. Ну, конечно, я заплатил деньги, я хочу получить результат. Вот. Желательно как можно быстрее. Не важно, что я свои проблемы копил 10, 15, 20 лет, я хочу вот за часовую консультацию или там за 50 минут получить результат. Хочу изменения в своей жизни. Вот. И я думаю, что мы как раз с вами сейчас начинаем обсуждать то, что обычно обсуждается после вот такой неразберихи или пустоты, если отношения, если психотерапия продолжается дальше. Подчас она и чаще всего она продолжается. Ну, например, потому что специалист знает, что такие ситуации могут быть. И пациент, человек, пришедший на терапию, в каком-то смысле знает, что пустота или еще что-то, это не повод прекратить сразу. Хотя некоторые люди, вот, ну, вы мне ничего нового не сказали, я пойду к другому человеку, который скажет мне что-то новое, да. И вот часть людей становится такими, ну, если хотите, колобками, если так вот, да, не сильно иронично говорить, которые перекатываются от одного к другому специалисту в надежде от них получить какую-то информацию. Сейчас об этом... Ну, и где-то они в итоге задерживаются, и где-то они эту информацию получают, или они садятся у телевизора, садятся у какого-то известного, может быть, блогера психологического, который им как раз искомо и выдает. Вот. А наш с вами разговор, вот как раз сейчас это обсуждение того, что мы обнаружили, обсуждение вот этой самой... Обсуждение отсутствия. И как мы это отсутствие результативности, что мы можем с ним сделать? Ну, стыдливо закрыть глаза и сказать нам с вами, например, давайте другую, может, какую-то тему начнем, да, или вместе с пациентом сказать, ну да, мы о чем-то... Давайте про маму поговорим. Говорит пациент терапевту, да, или терапевту. Ну, то есть они согласовывают, они разговаривают, и через, там, 50 минут консультации вот возникает такой вопрос. А что это было? Вообще, какая-то каша из пустого в порожнее. И, в общем, это, как я уже сказал, может натолкнуть на... Ну, тут не о чем говорить, давайте о чем-нибудь другом, да, или, может быть, натолкнуть на мысль, что здесь что-то такое произошло, как у нас в прошлый раз с вами. Ну, действительно, возникло много вопросов. Ну, вот сейчас я даже продолжаю, наверное, их формулировать. И это как раз показатель того, что та программа, которая казалась изначально пустой и несодержательной, она была этим содержанием нагружена. Мы с этим столкнулись сразу после эфира, потому что были там определенные эмоции, какие-то чувства мы испытывали. Мы сейчас, спустя неделю, продолжаем это обсуждать, хотя в течение недели мы не возвращались к этой передаче. И сейчас я, например, задаюсь одним из вопросов. Кто должен был или кто мог бы стать инициатором выяснения отношений? Ну, здесь даже пусть у нас в студии, если мы все равно берем как модель взаимоотношений между людьми. Я к тому, что наша модель, наше взаимодействие может быть перенесена на любые другие отношения. Наши с вами? Да, да. Ну, конечно, мне мысль эта очень нравится. Я рад, что вы ее мне сейчас возвращаете, потому что ровно к этому я и подвожу, и наших зрителей, в том числе, что то, что мы с вами сидим за прекрасным столом в прекрасной студии и друг с другом общаемся, ну, может быть, изъяты из некоторой, ну, изъяты жизни. Потому что, ну, мне может так казаться, что когда я зритель, я смотрю на людей, которые по экрану показывают, они как будто где-то там далеко, и они, ну, к моей жизни не только косвенные отношения. Вот, но если посмотреть на наше взаимодействие с позицией того, что это модельное взаимодействие двух людей, которые о чем-то говорят, о чем-то там договариваются, не договариваются, и сталкиваются с, ну, вот с той самой отсутствием, да, как мы сказали. Вот, и я попробую двинуться дальше. Вы говорите, окей, когда мы это обнаружили, мы можем начать выяснять отношения. Я знаю, что, что значит выяснять отношения. Тут еще нужно эту фразу расшифровать. На вашем языке это что, выяснять отношения. Вот по поводу этой обнаружившейся пустоты, это, ну, я так немножко подскажу, может быть, это... Ну, наверное, в отношениях возникает некий дискомфорт, не всегда его сначала, наверное, можно выразить словами, но что-то такое тревожащее, какая-то тревожная кнопка внутри запускается, и хочется сделать взаимодействие или разговор спокойным, комфортным, иногда понятным, иногда продуктивным, то есть разные цели могут быть у этого взаимодействия, но что-то, кажется, мешает. Ну, по моему субъективному какому-то переживанию. И если вспоминать прошлую нашу программу, то я сидела и ждала, когда вы начнете отвечать моим запросам. Наверное, можно так сказать. Но вы все не отвечаете, не отвечаете. У меня это все копится, копится, копится. Ну, так как у нас 30 минут, я, не знаю, своими какими-то разными убеждениями себя тормознула от выяснения отношений в прошлой программе. Елена, на мой взгляд, вы сказали сейчас ключевую вещь, которую мы можем следующим шагом расположить. Вот мне нравится, когда вы меня в эфире поддерживаете, когда я что-то говорю, и вы говорите, вот, это хороший вопрос, выяснение отношений. Ну, я в этом же духе сейчас продолжу. Мы начинаем выяснять отношения. Когда вы эту фразу говорите, можно, ну, скажем так, задуматься или можно в этот момент понимать, что, а, у нас, во-первых, есть отношения, потому что до того, какие-то отношения, до того, как мы, я начал отвечать на ваш вопрос, может быть, мы не задумывались, что у нас есть какие-то отношения. Когда пациент приходит в кабинет к психотерапевту, к психологу, возможно, часть людей не задумывается, что у него уже есть какие-то отношения с этим специалистом. Причем эти отношения или это отношение, оно, ну, какое-то определенное, да? Ну, например, специалист напитает меня правильной информацией. Это отношение? Конечно. Такое отношение. Конечно, специалист напитает меня любовью, недостаток, который я испытываю. Ну, и так далее. Заботой. И так далее, по списку, да? И вот мы с вами встречаемся, как два общающихся человека. Вы задаете вопросы, я отвечаю, я задаю вопросы, вы отвечаете. И вдруг мы приходим к тому, что нам нужно эти вопросы, наверное, отложить в сторону, потому что мы чего-то не поняли, да, какое-то недовольство, недопонимание возникло. И нам нужно выяснить, а в каких отношениях мы находимся. То есть оказалось, что до выяснения этих, до ответа на эти вопросы нужно прояснить, в каких отношениях мы находимся. У супругов примерно та же самая штука происходит. Они друг другу какие-то вещи говорят, с чем-то обращаются, а потом, это очень мудрая фраза такая народная, а потом они начинают выяснять отношения. Ну, вплоть до того, ты меня любишь или не любишь? Ты еще хочешь быть со мной или не хочешь быть? Ну, выяснение отношений, да? То есть вопросы ремонта, выкидывания мусора, воспитание детей как будто уходит на задний план, и люди осознают или не осознают, что им нужно какие-то более, ну, может быть, базовые, да, а может быть, более важные вещи выяснить, потому что ответ на вопросы зависит от того, в каких отношениях они находятся в текущий момент. Поэтому это первый шаг по поводу выяснения отношений или первый элемент. Второй элемент вы тоже назвали. То есть я хочу сказать, я возвращаюсь к идее, какие находки могут из этой пустоты быть изъяты, из этой каши и... А что это такое было, да? Первое. А в каких отношениях мы находимся, что мы обнаружили пустоту? Второе. Я бы хотел результат, да, вы сказали. Я бы хотел, чтобы ваши ответы были продуктивными. В этом смысле полезность и продуктивность, они связаны знаком тождества, да? То есть было ли что-то продуктивно, значит, тире, было полезно. То есть если какая-то продукция была... Был ли выхлоп от нашего взаимодействия. Да, был ли выхлоп от нашего взаимодействия. И тут вы еще сказали, при этом я понимаю, что, может быть, я много лет с этими какими-то вопросами ходил, копил, но сейчас я жду результативности от одной встречи. И это тоже может быть находка человека, пришедшего к психотерапевту про самого себя. Это может быть находка психотерапевта про самого себя, когда он вдруг себя... Ну, я о себе знаю такие ситуации, я знаю, что у коллег бывает, когда он вдруг... Ну, его как будто понесло. Такой терапевтический угар. Перед ним сидит человек, и в какой-то момент вдруг ты понимаешь, что ты ему можешь помочь прямо сейчас быстро. Хотя он пришел, он говорит, у меня там десятилетиями какая-то проблема. И ты такой думаешь, ой, а все-то... Ну, там... И он говорит, я к специалистам ходил и так далее. А ты видишь и думаешь, господи, да я, может быть, гений психотерапии. Так как открытая книга, да? Да, да. Может быть, с моими коллегами какое-то оглупление произошло на протяжении многих лет, и они, так сказать, не смогли помочь этому человеку. А я сейчас за один раз ему все сокровища мира открою. И иногда вот такое опьянение возможностью помочь... Самоупоение какое-то. Это очень тешит, собственно, и нарциссизм, безусловно, терапевтический. Вот. И я хочу сказать, что эта идея, может быть, завладевает не только пациентом, но и психотерапевтом. Я вообще сейчас думаю, что иногда может быть помощь в течение... Ну, такая, которая могла бы звучать так. Вот я все сделал, мы все сделали за один сеанс. Может быть, она даже... Мы проработали, обычно говорят. Может быть, она оскорбительна для тех проблем, которые человек... Жизненных проблем, которые он с потом и кровью носит в течение многих лет, и приходит, и здесь ему великий и ужасный Гудвин в лице психотерапевта говорит, да вот... Вот вы там чего-то не делали, или вы вот это сделаете, или вы вот это не замечали. И вот вдруг все у человека меняется. Да? И он говорит, ой, у меня все, что было в раскоряку, там превратилось в цветущий сад. Вот, как минимум, два открытия, да. Вы еще... Ну, и я, и вы, мы упомянули про модель. И если специалист, мы предполагаем, не впал в этот терапевтический угар, мне понравилось, он же видит, что человек ему принес прям конкретную модель. Приходит, как пример такой, да, гипотетический тоже, приходит пациент и говорит вам, вот у меня все плохо, все родственники от меня отворачиваются, дети не хотят со мной разговаривать, жена не разговаривает, и на протяжении, там, пятидесяти минут он говорит, и говорит, и говорит, и слово вам, как специалисту, вставить ему не удается. Ну, или женщина пришла какая-то, да, рассказывает, вот у меня муж такие, дети там вообще сами по себе, его тоже, это больше, наверное, даже про женщин свойственно, вот и говорит, и говорит, и говорит. Это же модель, как специалист себя чувствует. А что значит модель? Ну, модель, где человек... Модель коммуникации? Модель коммуникации, человек настолько поглощен собой, возможно, что он даже не оценивает, как его этот рассказ воспринимается собеседником. Я даже не имею сейчас в виду специалиста, да, психолога или психотерапевта, в принципе, собеседника. И можно предположить, что те близкие, которые не хотят разговаривать, там, не знаю, со своей мамой, женой, они тоже это видят, что она настолько собой вот собой занята, что она не включена в их процессы. Ну, в этом плане тогда можно сказать, что модель, которую вы сказали, мне хотелось расшифровать, что значит слово модель. Модель появилась под содержимое, да, модель как форма, форма взаимодействия, какая форма взаимодействия наполняет собой пространство, речевым содержимым заполнять все время, да, мы предполагаем, вы предполагаете, что таким речевым содержимым, потоком человек заполняет не только общение с терапевтом, но и со своими близкими. То есть его слишком много, да, и модель здесь, если мы смотрим со стороны, а если мы смотрим на содержимое, то человек приносит слишком много себя, да, и да, мы предполагаем, что именно так это и работает, как вы сказали, когда человека слишком много, его трудно вместить. Ну, то есть Другому человеку. Другому. То есть надо иметь либо очень прокаченные свойства вот этого самого вмещения, то есть выслушивания, да, там, я слушал его два часа, но два часа по-разному можно слушать, да? Ну, быть с таким контейнером, да, для содержимого. Да, для содержимого. Причем мои коллеги, я, мы отмечаем, что иногда и часы, и двух часов такие люди иногда говорят, доктор, а мы можем не 50 минут, тут я знаю, что у вас встреча 50 минут, я думаю, что я не уложусь 50 минут, мы можем два часа позаниматься, да, я вам заплачу, там, ну, никаких вопросов. И часто эта фраза уже, эта просьба, ну, так, немножко настораживает. Избыточная. Да, как будто настораживает, в смысле, позволяет задуматься, да, а что человек хочет сказать, вам не хватит, нам не хватит времени, чтобы я вместил, а я вместить прямо сейчас хочу, при условии, что мы можем, например, встретиться там завтра или через неделю, да, через какое-то время, он прямо сейчас хочет вот это вот нарративное тело, если можно так сказать, тело рассказчика, да, он хочет вместить в это, в это пространство. И да, это наталкивает нас на размышления, почему человека в речевой продукции стало так много, стало так много переживаний, а может быть, там переживаний не очень много, а они по циклу ходят, да, то есть человек на протяжении часа рассказывает одну и ту же историю, то есть, ну, то, что он может рассказать за 7 минут о своем страхе, да, и это навязчиво множится. И тут разговор о том, бывает, что ты, ну, даешь человеку 2 часа, он 2 часа одной тоже рассказывает, да, такое эхо. И важно вот вот это все представить, но это часть, часть такой терапии, да. И иногда, кстати, в этом разговоре в конце будущий пациент, который пришел вот на консультацию, который может стать пациентом, он спрашивает, ну, что скажете, доктор? Вот. Иногда, конечно, может быть, через некоторое время, может быть, сразу, ну, смотря как пойдет, смотря как выстроится отношение, да, доктор может сказать, что, или подумать, по крайней мере, интересно, пациент хочет, человек хочет меня услышать, он пришел, чтобы я ему что-то сказал, но он мне не оставил места для того, чтобы я ему что-то сказал, да, своим рассказом. Или он мне оставил ровно там две минуты перед концом консультации. А что вы мне скажете? И доктор перед выбором либо уже ужать свое сообщение до двух минут и вот прям стать таким, ну, в хорошем смысле, как это сказать, человеком, таймингом. пятьдесят пять минут и все. Да, не минуты больше. Либо потихоньку время от своего перерыва или там от следующей консультации как-то забрать и потратить. То есть, немножечко начать с пациентом тренинг терпения и сказать ему, давайте, встретимся через неделю. Да. И это, конечно, работа психотерапевта, это немножко другая история, но если вернуться к нашей с вами пустоте и бессмысленности проведенного времени, то может оказаться так. Я вам сорок девять минут рассказывал о том, что меня беспокоит и вы мне ничего не сказали. Зачем я к вам пришел? Ну, мы сейчас опускаем, что вы мне ничего не сказали там за минуту или за две, или за три, неважно, посыл такой, вы мне ничего не сказали. Это еще один момент, еще одно открытие, которое мы можем в таком разговоре сделать. Что еще? Я вам приведу другой пример, может быть, короткий, когда мы недавно с одним из моих пациентов обсуждаем, я его спрашиваю, ну, как ваши дела за неделю, мы встречаемся раз в неделю, как ваши дела, он говорит, да все примерно так же, у меня была встреча, ну, единственное, он говорит, у меня была встреча с человеком, с которым, ну, вот у нас дружеские отношения, я хотел попить с ним чай, я заехал в гости, ну, надеясь на какой-то вот интересный разговор, хорошо провести время, но время не удалось хорошо провести, потому что этот друг меня о чем-то спросил, а мне было это неинтересно, я ему сказал, у меня нет никакого мнения по этому поводу, и, в общем, все, ну, так сказать, вечер был испорчен, и здесь можно сказать, вечер был пустым в этом смысле, да, вечер был непродуктивным, человек не получил, если говорить вашими словами, не достиг того, чего он хотел, а хотел он удовольствия и какой-то радости, то есть, что мы еще можем сказать, что обнаружить в этом пустом пространстве, терапии, оно всегда возникает с людьми, у которых примерно похожие трудности, ну, где-то там, за пределами, да, что он приехал примерно с той же самой целью, с той же самой, может быть, программой, и... Ну, то есть, это были определенные ожидания, когда встреча с другим человеком должна была развиваться по определенному заранее продуманному сценарию, но что-то пошло не так. И проблема здесь, Елена, даже вот в чем, если вы ему скажете этому человеку вот эту фразу, он будет прав, если он скажет, доктор, ну, конечно, я еду к терапевту, и я знаю, чего я хочу. Мало того, что меня вокруг все популярные психологии учат знать, чего я хочу. Я еду к психотерапевту, я знаю, что я хочу получить консультацию. Я даже знаю, какими словами он должен мне сказать на мою вопрос и проблему. Если я еду к другу, я знаю, чего я хочу. То есть, вы не можете меня в этом упрекать, вы не можете мне это возвращать, потому что это, ну, против правил, что ли, да, или предложите мне тогда другую идею. То есть, это идея какой-то предопределенности, это идея того, что, и это тоже находка в этом пустом пространстве, это идея, что мы должны, чтобы получить что-то, мы должны знать, чего мы хотим. И вот я знаю, чего я хочу. Я приезжаю к психотерапевту и не получаю. Я прихожу к другу, я знаю, чего я хочу, я хочу повеселиться с ним, а мы с ним ругаемся. Я не получаю. Я знаю, чего я хочу от отношений с девушкой. Я с ней встречаюсь в кафе для того, чтобы хорошо провести время, познакомиться, узнать что-то друг о друге. А получается какая-то ерунда из всего этого, да. Я знаю, чего я хочу от мамы, от ребенка и так далее. Алексей. Да. Я рада, и после прошлой программы я дождалась сегодняшнего эфира. Он для меня пролетел незаметно. Нам пора обращаться. Спасибо вам за эфир. Спасибо за сегодняшний разговор. Всего доброго. Спасибо вам, уважаемые телезрители. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова